Вообще вся конструкция вот этого вот кольцевого здания была такова. Вот там ствол, где мы были, оттуда вагоны из ствола выталкивали. И за счет специально выполненного уклона вагон груженый катился самоходом до вагона прокиды. Вагон опрокид ставили, переворачивали, выгружали породу. Потом вот здесь была наклонная часть выработки, лебедкой поднимали сюда, вот в это место. И отсюда дальше опять пошел уклон, специально выполненный. Отсюда его толкнули, порожний вагон, и он по кругу уже без помощи человека катился до самого ствола. Уникальность музея шахтерской славы Кольчугинского рудника в том, что расположен он над шахтным зданием клетьевого ствола. Много лет назад при помощи этой клети спускали и поднимали горняков и различные грузы. Форма здания в виде эллипса, на взгляд авторов проекта, идеально подходит для экскурсий. На наш взгляд очень удобная конструкция. Она позволяет как раз вот так вот по кольцу устроить ей экскурсию. Часть вот этой галереи, в которой будут расположены экспонаты и все прочее, мы планируем выполнить в креплении деревянном, немножко металлического крепления. Способов добычи показать, как там кирку и лопаты копали уголь. Мы сымитируем креплю одну, вторую, третью, а впоследствии, я так думаю, что можно будет развивать настолько, что можно прямо погружаться, как будто бы в атмосферу. Начнется экскурсия издалека, со времен динозавров и мамонтов, с того момента, когда реликтовые деревья начали превращаться в каменный уголь. Затем будет период с 1721 года, то есть, когда открыли уголь в регионе и до революции 17-го года. В экспозициях также будут отражены годы индустриализации и Великой Отечественной войны, освоение первых мехкомплексов и настоящее время. Большой упор мы делаем в людей Рудника, при том есть узконаправленные направления, мы хотим поднять, найти, по крайней мере, имена, фамилии и хотя бы краткую информацию о всех руководителях Рудника от первого до последнего. Будет информация про бригадиров, какая-то небольшая информация тоже для начала будет про династии. Не забыли авторы и про детей. В музее будет специальный внутренний дворик, где школьники смогут увидеть горную технику в натуральную величину. В здании предусмотрен конференц-зал со всем необходимым мультимедийным оборудованием, где можно проводить различные сменные выставки и совещания, презентации и показы. Открытие музея запланировано в канун Дня Шахтера, а рядом активно возводится церковь Сергия Радонежского. До главного кузбасского праздника строители поставят само здание и начнутся отделочные работы. Открытие храма намечено на июль 2014. Год – 700-летие преподобного Сергия Радонежского. Вокруг церкви разместится уютный парк с фонтаном, парковыми диванами, оригинальными цветниками и фонарями. Завершающим аккордом благоустройства бывшей промплощадки шахты станет строительство современного учебного центра компании «Соя Кузбасс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова